Здравствуйте! В эфире Майя Удмуртия новости в студии Марина Бали. ГИБДД обещает устроить пьяным водителям сладкую в кавычках жизнь. Массовые проверки и рейды будут усилены. На днях совместный рейд инспекторы и дружинники провели в Воткинске. За пару часов трое пьяных, двое бесправных за рулем. Всего за три месяца в Удмуртии уже задержали почти 2500 пьяных водителей. В ГИБДД надеются, что ситуация изменится с 1 июня. В Воткинск поздний вечер ГИБДД и ДНД вышли в рейд. 12 патрульных машин, несколько десятков человек проверили ночные улицы города. За пару часов солидный улов. Попались пятеро нарушителей. Трое пьяных водителей и двое бесправ. А это Ижевск улица Дзержинского. Суббота. Водитель Нексии врезался в столб. Выжил. Полную грудь воздуха набрал и продувай сколько сможешь. Давай. Сильнее, 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 сильнее. Все, достаточно. Что пили в каком количестве? Пиванки, пиво. На вопрос, зачем сел за руль, отводят глаза. Госавтоинспекции разводят руками. Водители словно сдурели. Пьют и едут. Только за три месяца задержали 2500. Динамика, в которую трудно поверить, уже плюс 500 пьяных по сравнению с прошлым годом. В ГИБДД очень рассчитывают, что лето водителей отрезвит. С 1 июня наказание за повторную пьяную езду изменится кардинально. Предусматривается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч, сейчас штраф 30 тысяч, повторное управление 50 тысяч. То есть, ощущаете разницу. Самое, скажем так, наказание жесткое – это лишение свободы на срок до двух лет. Плюс лишение права управления сроком до трех лет. В ГИБДД благодарят неравнодушных. Люди звонят в полицию и предупреждают, что на дороге пьяный. Каждый звонок отрабатывается патрульной машиной. А рейды и массовые проверки инспекторы обещают усилить. Марина Бали, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». У дорожных полицейских сейчас горячая пора. Совместно с главами районов инспекторы составляют список проблемных дорог для ремонта. Ждут их и жители Новой Чернушки. Деревня находится всего в нескольких километрах от Ижевска. Но с приходом весны дороги там превращаются в грязное месиво. Елена Лебедева продолжит. От Ижевска до Новой Чернушки чуть больше 20 километров. Многие местные жители работают в городе. Вот только каждую весну деревня вязнет в бездорожье. Улицы превращаются в грязное месиво. Прорваться в распутицу на легковушке – большая удача, говорят местные жители. Многие оставляют свои машины прямо на обочине. Тут же меняют парадную обувь. Дорога принимает только подготовленных. Здесь постоянно машины застревают, легковые. Весной, в начале марта, всегда машину оставляют в центре. Люди пешком идут. Поликлиника у нас, да, и церковь. Народ вообще сюда подъехать не может. Местные жители уже увязли в многолетней переписке сельской администрации. Но чиновники отчитываются – за дорогой следят и без внимания не оставляют. Улица Центральная, мы немножко ее в прошлом году подремонтировали своими селами. Щебень, потом пеноблочные отходы, которые именно сушат дорогу. Вот только от слов местных чиновников жителям не легче. Дорога в деревне с каждым годом все хуже. Придет ли дорожная техника нынче, станет известно в конце месяца, когда районные власти совместно с инспекторами ГИБДД составят список самых разбитых участков в Якбодинском районе. По всем поселениям эта проблема есть. В том числе и Новая Чернушка, и Люкшуди, и Новая Вожойка. То есть все дороги нужно приводить практически, потому что большая часть дорог у нас находится в грунтовом состоянии. Будем смотреть, выезжать и будем принимать решения, потому что одним годом все проблемные места не закрыть, это однозначно. На ремонт дороги в ГИБДД рассчитывают потратить 10 миллионов рублей. В первую очередь деньги пойдут на школьные маршруты. Елена Лебедева, Андрей Бусыгин, телеканал Майя Удмуртия. Поторопиться со сдачей декларации сегодня просят в налоговой службе. Времени, чтобы отчитаться о своих доходах осталось немного. Декларационная кампания закончится 30 апреля. Сдать декларации должны те, кто в прошлом году получил доходы от продажи машин, квартир, земельных участков, находящихся в собственности менее трех лет. Касается это и тех, кто занимался продажей имущества в других регионах. Узнать, нужно ли отчитываться перед налоговой, теперь можно на сайте ведомства. У нас на сайте ФНС России, регион Удмуртской республики, есть сервис. Узнай по ННН, есть ли у тебя обязанность представить декларацию по налогу на доходы физических лиц. То есть гражданину только достаточно зайти на сайт ФНС России, регион Удмуртской республики, найти этот сервис, набрать свой ННН, и там выйдет, есть ли у гражданина обязанность представить декларацию или нет. За несоблюдение сроков штрафа от 1000 рублей, чтобы собрать все декларации, налоговая инспекция будет работать в усиленном режиме. По вторникам и четвергам рабочий день продлен на 2 часа. В ближайшую пятницу и субботу в районных отделениях пройдут дни открытых дверей. В это время специалисты помогут заполнить декларации. Худмуртия впервые отметила День социального предпринимательства. Те, кто работает в этом направлении, собрались в Центре развития бизнеса. Светлана Буланова подробнее. У маленьких актеров из инклюзивного театра сегодня особая публика. Люди, развивающие социальное предпринимательство в республике. Сам театр, кстати, тоже один из успешных соцпроектов. Бизнесменов, вкладывающих свои средства и силы в социальную сферу в Удмуртии все больше, констатирует руководитель Центра развития предпринимательства. В социальном бизнесе есть очень сильная, пока не раскрытая черта. Это возможность решать острую социальную проблему. Ты получаешь сильный спрос, если грамотно формулируешь свое решение, свое предложение. Предприниматели республики, выбравших социальный бизнес, сегодня готовы поддержать и Федерация. С фондом «Наше будущее» Центр развития предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве. Поскольку у фонда есть опыт в развитии социального предпринимательства, у вас есть региональная специфика. Причем в регионе накоплен свой самобытный уникальный опыт именно в теме социального предпринимательства. Сбербанк активно поддерживает малый бизнес, включая социальных предпринимателей. Символично, что это мероприятие проводится в Центре развития бизнеса. Таких центров у нас в городе Ижевске три. На постоянной основе в таких центрах проводятся бесплатные семинары и тренинги. Республика сегодня тоже готова поддержать своих социальных предпринимателей. На реализацию успешного бизнес-проекта можно получить грант. Сейчас принимается закон, вынесен в Госсовет Умбургской Республики о двухлетних налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную патентную систему налогообложения. Что, я думаю, также позволит предпринимателям именно в социальной сфере начинать свой бизнес. Сам термин «социальное предпринимательство» появился недавно, но такие предприятия в Республике работают уже давно. У нас есть и частные детские сады, центры реабилитации для престарелых, развиваются экологические центры и множество других проектов, которые решают социальные проблемы общества. Светлана Муланова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Хирургическую точность и железную выдержку демонстрировали рабочие крупного оборонного предприятия «Удмуртия». Заводчане боролись за звание лучшего мастера года. Почему за работой конкурсантов Анастасия Редько наблюдала, затаив дыхание, она сейчас расскажет. На звание мастер «Золотые руки» претендует более полусотни рабочих Аксиона, но будет только по одному победителю в каждой из семи номинаций. Поэтому, чтобы стать лидером, нужно очень постараться, учитывается буквально всё. От внешнего вида до организации рабочего места и качества выполнения работ. Всё абсолютно. И плюс время. 20 минут на то, чтобы вспомнить теорию и только потом к станку за работу. Это самая сложная часть конкурса. У участников есть ровно час, чтобы под чертежу изготовить деталь. Цехи микроэлектроники, кажется, даже дышат через раз, ведь детали настолько малы, что испортить всё может любое неосторожное движение. Можно даже потерять элементы, если они очень мелкие. Их очень трудно рассмотреть, их нужно рассматривать под микроскопом. Лучших по профессии на Аксионе выбирают уже 15 лет подряд. Главная цель – повысить престиж рабочих профессий. За последние годы завод заметно помолодел. Средний возраст работников – 39 лет. Причём более 40% с высшим образованием. Для того, чтобы создать условия для производства, нужно обязательно заниматься и воспитательной работой, и обучением кадров. И самое главное, наверное, ещё дать стимул. Исходя из этого, мы, конечно, проводим эти конкурсы, потому что мы хотим выявить наиболее талантливых, наиболее умелых, молодых наших сотрудников. Победить в конкурсе престижно для молодых, а уж тем более новичков – это отличный старт карьерного роста. Очень доволен. Первая победа на заводе. Так как я новый работник, всего отработал год. Как бы виден результат. Тем, кто занял призовое место, кроме денежных премий, повысит разряд. Впрочем, отмечен был каждый. Без подарков никто не остался. Анастасия Редько, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмиртия». Награды героям. Глава республики вручил памятные медали в честь 70-летия победы ветерану Воткинского машиностроительного завода. С началом войны Воткинск эвакуировали заводы из Киева и Ленинграда. Каждую десятую пушку в годы войны делали на Воткинском машиностроителе. Аннушки и Верочки так ласково называли их на полях сражений, а делали пушки 15-летние мальчишки. Работали наравне со взрослыми. Очень трудно было, очень было трудно. Особенно вот кто пришел 15-летний, 16-летний, уже с возрастом не считались. Работали по 12 и более. Нормы надо было выполнять. Мы выполняли и перевыполняли. И, в общем, трудиться пришлось очень много. В цехе буквально вода замерзала. Водогон, так называемое, охлаждение станка, когда детали обрабатывают, там же эмульсия охлаждающая. Даже эмульсия замерзала. Некоторые даже разогревали факелом. Заслуженные награды, юбилейные медали в честь 70-летия победы ветераны Воткинского машиностроительного завода приняли из рук главы республики. Всего юбилейными медалями к 70-летию победы в республике будет награждено 27 тысяч ветеранов. На этом у нас все. Хорошего вам дня и до встречи.